В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Под главной темой выпуска. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с областным правительством и главами городских округов. Нам очень важно сохранить дистанционное обучение и все студенты должны получать знания в прежнем объеме. Массовая гибель рыбы зафиксирована в Сухановском пруду, что стало причиной экологической беды. Будет рассчитан размер ущерба, нанесенный водным объектом и биологическим ресурсом. Десятки кукол необычных и самых разнообразных. Видным открылась новая выставка. Ощущение, что он вылеплен, что это скульптура. На самом деле это текстиль, набитый синтепоном, очень легкий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Система здравоохранения у нас напряженно работает. Вы знаете, каждую неделю я это говорю о том, что мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек. Дальше наша задача не превышать этот порог. С понедельника колледжи и вузы Подмосковья перешли на дистанционное обучение. Многие учащиеся недовольны таким решением. Андрей Воробьев призвал руководителей учебных заведений разъяснять студентам важность и необходимость подобных мер. Нам очень важно эти занятия. Нам очень важно сохранить дистанционное обучение. И все студенты должны получать знания в прежнем объеме. Понятно, что качество дистанционного обучения уступает очному. Вместе с тем мы идем этим путем для того, чтобы не допустить активного распространения коронавируса. На совещании также обсуждались мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда. До конца этого года планируется расселить порядка 45 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 22 городских округах. В новые квартиры должны переехать более тысячи семей. Если мы из бараков переселяем людей, то новые дома должны соответствовать современным стандартам. Там должно быть все для удобства, комфортного проживания семей. На совещании также подводились текущие итоги работы по пресечению и ликвидации несанкционированных свалок мусора. Обращаю внимание глав, что каждая территория, уверенная вам, должна радовать глаз. Жители справедливо требуют, чтобы в лесах, в лесных массивах вообще была чистота. Как известно, для этого существуют два рецепта. Первое – это не сорить. Второе – те, кто нарушает закон, должны нести наказание. Для борьбы с нарушителями установлено более 200 комплексов фотофиксаций. С их помощью выявлен ряд фактов незаконного складирования мусора. Всего с начала ноября составлено более 250 протоколов административного правонарушения. На штрафстоянку помещено 45 транспортных средств. Три дня назад жители деревни Суханово забили тревогу. В местном пруду массово гибнет рыба. По их мнению, причина в сбросе сочистных сооружений, обслуживающих ближайшие новостройки. Проверки уже начались. Подробности узнаем у нашего корреспондента Екатерины Борисовой. Жители деревни Суханово горько шутят до массового мора рыбы в местном пруду и не представляли, что ее в нем так много. В минувшие выходные они заметили, что у воды появилось множество чаек. После прогулки я пришел домой, зашел к дяде в гости, сказал ему, что вот так и так, вот столько чаек. Он говорит, ну, наверное, там рыба умрет. После чего мы с ним пошли и действительно увидели, что очень много мертвой рыбы. Ведром можно было зачерпывать спокойно. Сначала она, знаете, как часто-часто дышала воздухом, а потом начала умирать и всплывать кверху. Жители утверждают, что сточные воды, а близлежащих новостроек, загрязняя Сухановский пруд и речку Гвоздянку, далеко не в первый раз. Но такие катастрофические последствия видят впервые. Самое страшное, что у нас колодцы находятся на уровне пруда. И мы боимся, что в колодцах вода тоже уже стала у нас непригодной к питью. Поэтому мы просим, чтобы нам сделали сейчас анализ этой воды и можно ли ее пить. Сейчас почти вся погибшая рыба уже вылаблена. Представители администрации и надзорных органов побывали на очистных сооружениях, а также осмотрели точку сброса воды из них в реку Гвоздянку в районе деревни Боброво. Запах канализации в точке сброса присутствует. И при этом мы узнали, что сама эта эксплуатирующая организация не ведет контроль непосредственно в точке сброса в реку. То есть в той точке, которая у них проектная, которая должна бы, по сути, быть согласована с природоохранными органами, на что должно быть получено такой документ, как решение на водопользование. Представители эксплуатирующей организации утверждают, что контролируют состав воды на выходе из очистных сооружений, но по закону они должны это делать именно в точке сброса в реку, а также выше и ниже по течению. Территориальное управление Росрыболовства уже отобрало пробы воды и погибшей рыбы. На этой неделе свою проверку проведет и Росприроднадзор. Именно в его ведении находится река Гвоздянка. Будет рассчитан размер ущерба, нанесенный водным объектом и биологическим ресурсом. И установлен нарушитель. Сейчас ведется административное расследование ведомствами, по результатам которого будет установлен нарушитель, и этот размер ущерба будет вменен ему. Сейчас очистные сооружения, обслуживающие жилые комплексы Бутово-парк-2, Восточное Бутово, Государев-дом, Суханово-парк и Видный берег, работают в штатном режиме, правда, на пределе своих возможностей. В любом случае еще предстоит выяснить, что послужило причиной сброса нечистот в реку, чтобы предотвратить такие случаи в дальнейшем. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В Центральной библиотеке Видного прошла лекция для родителей, когда стоит бить тревогу. Врач-невролог Юлия Белецкая и дефектолог Анна Хоренкова рассказали, как вовремя выявить неврологические проблемы на разных возрастных этапах. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. И врачу, и родителям важно вовремя обнаружить состояния, которые требуют своевременного лечения. Ответы на частые вопросы по развитию ребенка можно было получить на лекции врача-невролога и логопеда-дефектолога в Центральной библиотеке. Мы обычно смотрим двигательное развитие, какие навыки приобретает ребенок, то есть нормы, советские нормы или все-таки они более обширные, то есть когда это точно уже все, то есть надо идти переживать и когда не стоит. Мероприятие было организовано сообществом «Про бизнес» в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник». Каждый день у нас новое мероприятие, мастер-классы, лекции для родителей, угощения, но это связано с правильным питанием обязательно. Один из организаторов, руководитель частного детского сада Аксинья Гераськина, тоже посетила лекцию в качестве слушателя. Для нее эта тема особенно актуальна, ведь работать приходится с разными детьми. Мы объединили предпринимателей для того, чтобы помочь деткам с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы их социализировать, для того, чтобы общество не относилось к ним как к изгоям. На лекции были рассмотрены темы воспитания и поведения ребенка, развития речи, психоэмоциональные состояния. Как отметила логопед Анна Хоренкова, в каждом случае необходим индивидуальный подход. Родители говорят, что ребенок никому ничем не обязан, он должен развиваться, как он развивается, но это не так. Есть определенные нормы, есть определенные вехи развития, и мы как специалисты должны сообщить родителям о том, на чем они должны застрять внимание. Специалисты пояснили неравнодушным родителям, что многое зависит от возраста ребенка, и рассказали, на что нужно выразить внимание на каждом этапе. В возрасте год-два еще не совсем заметно, но специалисты это видят, и мы хотим, чтобы родители обращали внимание именно на определенные вехи. Информацию обо всех мероприятиях акции можно узнать на страницах в социальных сетях сообщества «Про бизнес». Стоит отметить, что все они проходят бесплатно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Человек с активной жизненной позиции. Татьяна Ильинична Кармакова в этом году отмечает 80-летний юбилей. Военное детство, почти полвека трудового стажа, долгие годы общественной деятельности. А с лица пенсионерки никогда не сходит улыбка. Сегодня она гордится своим возрастом и благодарна людям, которые ее окружают. Секреты счастливой жизни узнала Юлия Погосян. Родилась Татьяна Ильинична Кармакова за год до начала Великой Отечественной войны в деревне Подольского района Подмосковья. В семье было пять детей. В 41-м отца призвали на фронт. Отправился в Ленинград, где в годы блокады пропал без вести. Я отца слово «папа» в своей жизни не произносила. Жили трудно, жили тяжело, фотографии там есть. Но что мне нравилось всегда, что у нас в деревне тоже как в доме. Очень были все близки, все всегда помогали друг другу. И может быть это и помогало нам выжить. Вот так в жизни живу и я. Тяжелое детство не сломило Татьяну Ильиничну, а напротив закалило от природы сильный характер. Добилась успехов в карьере. По образованию наша героиня-экономист. Вышла замуж и родила сына. Почти 60 лет живет в горках Ленинских. Муж мой был, работал в строительстве. Мы здесь получили сначала комнату, потом вот квартиру. И вот с тех пор я здесь так вот. Сначала потребка операции я работала тоже в плановом отделе. А потом на алюминиум заводе. С него я ушла и на пенсию. И тоже очень тяжелое было время вот эти годы, когда не было ничего. Но алюминиевый завод уже был мирового значения. Мы тоже выжили за счет того бартера, который там был. Таких, как Татьяна Кормакова, говорят, человек добрый и отзывчивый. Жизнь ей всегда отплачивала тем же. На ее пути постоянно встречались люди, которые протягивали руку помощи. Сегодня Татьяна Ильинична окружена любовью и заботой. Их нашей героине подарили новые коллеги из Ассоциации многоквартирных домов. Несколько лет назад она присоединилась к общественной организации и стала председателем своего дома. Я окружена замечательными людьми, искренними, добрыми. И вот я среди них не как мать. Я прихожу когда к ним, я чувствую, что я пришла в семью. Я не хочу доживать жизнь. Вот я хочу остаться на плаву до той поры, пока я жива. В этом году Татьяна Кормакова отметила 80-летний юбилей, но тихая жизнь на пенсии не для нее. Состоит в Ленинской ветеранской организации, участвует в общественной жизни муниципалитета, является лауреатом премии губернатора Наши Подмосковья, а еще пишет стихи и поет в Горкинском хоре от всей души. Сейчас, когда отменены все массовые мероприятия, продолжает встречаться с подругами, чтобы исполнять любимые песни на открытом воздухе. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги, под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Люди старшего поколения меня удивляют жизнелюбием и оптимизмом. И Татьяна Ильинична такая же. Многое испытаний в жизни выпало. Но всегда старается бодро держаться, всегда выглядит прекрасно. Смотрите, какая красивая женщина. Татьяна Ильинична – пример для подражания. В свои 80 полна сил и энергии. Любит наряжаться и красивое идет с улыбкой по жизни. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В районном центре культуры досуговидным на постоянной основе начала работать выставочная экспозиция. На ней представлены разнообразные куклы ручной работы. Мастера изготовили как отдельные фигуры, так и целые композиции с несколькими персонажами. Максим Козлов расскажет подробнее. Вот один из стендов, который мы сейчас сделали, это посвященный Тильде. Как вы видите, это необычная кукла Тильда, которая при знакомстве с ней вызывает массу приятных эмоций. Волшебный мир куклы – так называется выставка, открывшаяся в фойе первого этажа районного центра культуры и досуга. Экскурсию проводит ее идейный вдохновитель и организатор Ольга Новак. Мы видим такие игрушки, сделанные нашей юной участницей Дашей Анохиной. Даже не веришь, что такие довольно сложные вещи делает ребенок 13 лет. Да, вот посмотрите, как удивительный у нее такой взгляд на вещи и удивительная техника. Особенно вот эта вот лама, потрясающая работа, посмотрите. А вот этого енота она назвала петербуржецей. Когда на него смотришь, он действительно напоминает петербуржецей. Видновчанка Ольга Новак по образованию инженер, но внезапно решила круто поменять жизнь. Закончила институт дизайна и начала изготавливать куклы. Выяснилось, что в Видном немало талантливых мастеров. Отсюда и пришла идея создать такую экспозицию. Мне очень хотелось продвинуть вот этот культурный сегмент в Видном. И я знаю, что здесь очень много мастеров, которые не могут, допустим, прорваться на какой-то более высокий уровень, попасть на искусство куклы в силу разных обстоятельств. Мне просто хочется, чтобы Видном было еще одно направление в таком культурном аспекте. Бытовые зарисовки, сцены из сказок, очаровательные коты и трогательные куклы. Некоторые работы выполнены настолько филигранно, что вызывают неподдельное восхищение мастерством автора и его фантазией. Это бухгалтер, который поливает денежное дерево. Здесь отражены все Сбербанк, ПФР. А пол сделан из всех валют мира. Несколько десятков работ представлены семи мастерами из Москвы и Видного. Текстиль, вязание, папье-маше, пластик, дерево, металл. Бездушные материалы в талантливых руках превращаются в живые очаровательные куклы. Техника грунтованного текстиля. Но сложность работы достигается прошивками, нанесением грунта, нанесением фактур. Ощущение, что он вылеплен, что это скульптура. На самом деле это текстиль, набитый синтепоном, очень легкий. И, в общем-то, с ним ничего не будет. Но удивительная работа. Планируется, что выставка будет работать на постоянной основе, но с разными тематическими направлениями. Перед Новым годом мы будем собирать работы в новогоднюю тематику. В принципе, мы уже сейчас их начинаем собирать. И здесь будет новогодняя сказка. Посетить выставку в районном центре культуры и досуга можно в понедельник, среду, пятницу и субботу с 15 до 18 часов. Естественно, соблюдая меры предосторожности. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.